В период коронавируса особого внимания заслуживают нуждающиеся семьи, те, кто наиболее остро переносит этот нелегкий период, оставшийся без средств. В качестве дополнительной поддержки нуждающихся по всему Узбекистану кабинет министров поручил направить 150 миллиардов сумм в связи с священным праздником Курбан-Хаид. Так, в двухдневный срок 90% малоимущих уже получили единоразовые выплаты. Оставшимся же деньги выдавались в ташкентском Хакимияте Сергилийского района лично в руки. Согласно распоряжению кабинета министров республики Узбекистан от 29 июля 2020 года было поручено руководителям всех секторов в двухдневный срок обеспечить раздачу денег из фонда Сахаватва Коумак наиболее уязвимых для семьи. Для города Ташкента было выделено 25 миллиардов сумм, и руководители секторов при помощи председателя Махали 30-31 июля раздали эти деньги. На поддержку 150 тысяч нуждающихся семей выделено 150 миллиардов сумм. Единоразовая выплата в размере 1 миллиона сумм выделена в связи с празднованием Курбан-Хаида, а именно той категории лиц, которая действительно нуждается и находится в списке нуждающихся Махали. В праздничные дни средства уже получили нуждающиеся семьи. Многие же сегодня также пришли за поддержкой. В список нуждающихся по Ташкенту вошла 20 841 семья. Отбирали их в районных Махалях, исходя из семейного положения и состояния здоровья членов семьи. У столичного Хакимия Терлийского района собрались люди, которые еще не успели получить полагающуюся сумму. Но были и те, кто, не входя в категории нуждающихся лиц, посчитали нужным также встать в очередь за деньгами. Ответственные лица в свою очередь проводили беседу с каждым обратившимся, подробно выясняя, действительно ли семья находится в тяжелом финансовом положении. Битсум распределена, исходя из представленного количества нуждающихся. В Сергейском районе идет процесс выдачи средств малоимущим семьям в связи с праздником Хаид. Но люди подумали, что деньги будут выдаваться всем, то есть каждой семье и каждому члену семьи. Кроме того, приходят граждане, у которых есть работа, но доходы небольшие. Однако мы объяснили, что эти деньги будут выдаваться малообеспеченным семьям, а также семьям, лишившимся источников дохода из-за карантина, в том числе семьям без постоянного дохода, в которых есть дети-инвалиды. Таким образом, государство выполнило свое обязательство в передаче денег нуждающимся. И 25 миллиардов, которые предназначались жителям города Ташкент, разделили по одному миллиону из списка семей так называемой «железной тетради». Представители власти и чиновники не стоят в стороне. Отмечается, что ни один гражданин не останется без внимания. Главное – сохранять спокойствие и быть толерантным друг к другу. Так Хаким Ташкента прибыл в Махалю-Хумо Сергилийского района и встретился с жителями. Он предложил им самим в течение одного дня составить список нуждающихся в социальной защите. Население осталось довольным этим предложением. Как мы видим, выделенные средства доходят до тех адресатов, кто действительно нуждается финансовой поддержки. Помощь доходит и до всех регионов. Так, например, в Самарканд направлено 12 миллиардов сумм, в Наманган – 10 миллиардов, в Наваи – 4 миллиарда сумм. Безусловно, подобные акты милосердия должны сплотить наш народ. Ведь только сообща, с пониманием относясь к проблемам, мы можем обрести спокойствие и дать возможность государству дать поддержку там, где она особенно необходима.